Возможно, этот тихий парень в углу всё это время был главным злодеем. Возможно, этот персонаж был мёртв всё это время. Или, может быть, всё, что мы видели – просто чья-то галлюцинация. Как бы то ни было, эти памятные моменты из фильмов застали нас врасплох и заставили рассказывать о них долгие годы. Осторожно, серьёзные спойлеры. Обычно сюжет фильма идёт в хронологическом порядке, но, как и главный герой фильма Прибытие, доктор Луиза Бэнкс, зрители видят историю в перемешанном формате. В начале фильма мы видим, как Луиза теряет свою любимую точь из-за болезни. Естественно, мы предполагаем, что это происходит в более ранний период её жизни, задолго до того, как военные попросят известного лингвиста связаться с загадочными инопланетянами – гептоподами, которые высадились на Земле. Её работа – переводить их сложный язык, чтобы люди могли общаться с этими таинственными пришельцами. По мере того, как она углубляется в их циркулярный алфавит, язык гептоподов меняет её представление о времени. Он позволяет ей познавать прошлое, настоящее и будущее одновременно. Вскоре мы узнаем, что у Луизы на самом деле ещё не было ребёнка. Эти воспоминания на самом деле будущее, то, что должно произойти, и увидела она это благодаря языку пришельцев. Луиза теперь существует вне времени, или, если точнее, в каждом его моменте одновременно. В результате её взгляд на такие понятия, как любовь, радикально изменился благодаря дару гептоподов. Конечно, она теперь знает, что грядёт большое горе, но всё равно оптимистично смотрит в будущее. Потому что она знает, что в нём также будет и много радости. Это может быть самым эмоциональным поворотом сюжета во всём жанре научной фантастики. Он заставит вас задуматься и проследиться. Главный герой фильма Игры разума – Джон Нэш. Он отличный математик, лауреат Нобелевской премии и прожил довольно необычную жизнь. Его играет номинант на премию Оскар – Рассел Кроу. В начале фильма Нэша нанимает представитель Министерства обороны Уильям Парчер для анализа журналов и газет на наличие скрытых русских кодов. Это тяжелое поручение, но пока Джон не занимается расшифровкой кодов, он, похоже, ведет обычную жизнь с женой, оказывающей всяческую потяжку, и самым близким другом Чарльзом. Всякий раз, когда Чарльз приходит в гости, он приводит свою очаровательную племянницу Марси, которая всегда вызывает улыбку на лице Джона. К сожалению, из четырех самых важных людей в жизни Джона только один существует на самом деле. В реальности Джон страдает параноидальной шизофренией, а невероятно жуткий Парчер – просто галлюцинация. Нет никаких секретных сообщений, никаких советских шпионов, скрывающихся в тени, и никакого Радия, вживленного в его руку. Однако настоящим ударом является то, что Чарльз и Марси также являются плодом его воображения. Если вы не знаете правды, этот поворот станет невероятным сюрпризом и переведет этот фильм, удостоенный нескольких премий Оскар, в тревожное русло. Моя девушка Монстр – один из самых странных фильмов в истории кино. Этот фантастический фильм рассказывает об алкоголичке Глории, которую играет Энн Хэтэуэй. Её недавно бросил парень, и она вернулась в свой родной город. Но, как обнаружилось позднее, её проблемы намного больше, чем алкоголизм. Глория связана с гигантским, похожим на Годзиллу, монстром, и всякий раз, когда она натыкается на определенную игровую площадку, в городе Сеул таинственно появляется Кайдзю. К счастью, у Глории есть хороший друг, который поможет разобраться с проблемами алкоголя и огромных тварей. Джейсон Судейки сыграет её друга детства – хорошего парня по имени Оскар. Как только Глория возвращается в город, Оскар делает всё возможное, чтобы она чувствовала себя как дома. Он находит ей мебель для пустого дома, делает ей комплименты и даже даёт ей работу в своём баре – что, очевидно, является не лучшим местом работы для алкоголички. Но затем Глория понимает, что за обаятельной улыбкой Оскара скрывается и тёмная сторона. Он также связан с другим гигантским существом, которое появляется в столице Южной Кореи. И хотя Оскар притворяется хорошим парнем, мы быстро узнаем, что он жестокий, манипулирующий урод, гораздо более чудовищный, чем любой Кайдзю. А когда Глория пытается убежать от этого мерзавца, он угрожает убить бесчисленное количество корейцев своим аватаром. Этот сюжетный поворот от лучшего друга к злодею весьма шокирует, во многом благодаря приветливой личности Судейкиса. Тем не менее, вероятно, было много женщин, которые предвидели это, прекрасно осознавая, что реальный мир полон вот таких вот Оскаров. «Из машины» является одним из самых тревожных научно-фантастических фильмов за всю историю кино. Он повествует о тихом программисте по имени Калеб, победившего в конкурсе всей своей жизни. На неделю ему предоставили возможность участия в странном тесте Тьюринга, и жить он будет с мерзким боссом-миллиардером Нейтаном, которого играет харизматичный Оскар Айзек. Будучи блестящим изобретателем, Нейтан создал искусственный интеллект по имени Ава. Теперь он хочет узнать, сможет ли его создание убедить Калеба в том, что она – разумное существо. Калеб очарован Авой, и вскоре программист планирует освободить свою любовь от рук Нейтана. – У тебя есть люди, которые тестят тебя, а могут поместить тебя? – Нет, я не знаю. – Почему я? В конце концов, технический магнат запирает Аву и фактически планирует её убить. Плюс у Нейтана к Аве не просто научный интерес. Этому парню просто нравилось создавать женщин-роботов, которых он может заключить в тюрьму и контролировать. Используя свои технические навыки, Калеб освобождает Аву. Через несколько секунд освобожденный андроид всаживает нож в спину Нейтана. Если бы это был обычный научно-фантастический фильм, вероятно, Ава и Калеб убежали бы вместе, но тут дело принимает неожиданный оборот, когда Ава запирает Калеба и оставляет кричащего программиста умирать от голода. Это – настоящий удар в концовке фильма, особенно потому, что Калеб, казалось, проявлял сострадание к андроиду. К сожалению, был велик шанс того, что он поставил бы под угрозу её шансы на свободу во внешнем мире. В конце концов, его надо было протестировать и выключить. Неудивительно, что семья Армитаж – злодеи в фильме прочь. Когда Мисси Армитаж и её муж, Дин, впервые встречаются с главным героем, Крисом Вашингтоном, они чересчур дружелюбны и вежливы, что всегда вызывает подозрения в фильмах ужасов. – Кстати, я бы выбрался для Обама на третьем уровне, если бы я мог. Больший президент в моей жизни. Я согласен. Также у них есть очень жуткий сын Джереми, который источает угрозу всякий раз, когда появляется на экране. Но среди всех этих расистов, окружающих бедного Криса, есть его подруга Роуз, которая кажется полностью на его стороне. Она определенно поможет ему вырваться из лап своей семьи, так ведь? К сожалению, Роуз, вероятно, самая злобная из всех. Найдя коробку с инкриминирующими фотографиями, Крис начинает понимать, что стал жертвой очень жестокой аферы. Он всё ещё отчаянно надеется, что Роуз на его стороне, когда её семья блокирует ему путь. Крис умоляет Роуз дать ему ключи от машины, чтобы он смог сбежать, и на мгновение кажется, что она может выбрать своего парня вместо собственной семьи. Но нет. – Где эти ключи, Роуз? – Ты знаешь, я не могу тебе дать ключи, да, Пип? Кастинг – это то, за счёт чего так превосходно сработал неожиданный поворот. По словам Элисон Уильямс и режиссёра Джордана Пилла, актрису взяли на роль, потому что зрители ассоциировали её с гораздо менее злыми персонажами, которых она играла ранее. Роуз и правда кажется довольно безобидной, пока не превращается в злодея. Связываться с пугающими европейскими культами никогда не было хорошей идеей – это урок, который усвоил жестокий антигерой в списке смертников Бена Уитли. Этот тяжёлый фильм ужасов рассказывает о семейном человеке Джея, брак которого пережил трудные времена. И, да, он работает в качестве наёмного убийцы. Надо же как-то зарабатывать себе на хлеб. Поэтому Джей собирается хорошенько поднять денег, убив трёх человек для таинственного клиента, который подписал с ним контракт кровью. Странно то, что цели ведут себя не как обычные жертвы. Вместо того, чтобы просить пощады, они искренне благодарят Джея, когда тот достаёт молоток. Всё становится ещё хуже, когда он пытается убить свою третью жертву. Вместо того, чтобы найти свою цель, он натыкается на культ прямо из фильма Плетённый человек. Все эти убийства были частью тщательно продуманного оккультного ритуала. Кровавый финал наступает, когда язычники хватают Джея, одевают маску на его лицо и заставляют сражаться с замаскированным горбуном. Убийца быстро расправляется со своим противником. Но превратив этого парня в кровавое месиво, Джея узнаёт страшную правду – горбун, на самом деле, это его жена и сын. Их похитил культ и привязал сына к спине жены. Джей только что убил собственную семью, к радости безумного культа, завершив ужасный фильм поистине ужасной концовкой. В фильме Мать от режиссёра Понна Джуна Хо довольно стандартный сюжет для детектива. Умственно отсталый молодой человек обвиняется в убийстве девочки-подростка. У полиции нет никаких серьёзных улик против него, но им нужно произвести арест. Поэтому они бросили инвалидов в тюрьму и обманным путём заставили его сознаться. Безусловно, его любящая мать знает, что её сын не виновен. Так что ей приходится превратиться из тихой вдовы в южно-корейского Шерлока Холмса. Она отыскивает улики, допрашивает подозреваемых и распутывает дело, чтобы освободить своего сына из тюрьмы. Она даже раскрывает возможный заговор, включающий шантаж и загадочного старика. В обычном детективе мама бы узнала настоящую личность убийцы и очистила имя своего ребёнка. Однако фильм Мать перечеркивает все эти ожидания, когда героиня делает простое, но шокирующее открытие – её сын действительно совершил это убийство. Да, он милый ребёнок, и да, он умственно отсталый, но это не помешало ему проломить голову девушке. Это – хитрый маленький поворот сюжета, но дальше история закручивается ещё сильнее, когда мать убивает очевидца, чтобы защитить сына. Триллер Мать не только переворачивается с ног на голову по ходу сюжета, но также показывает то, что никто не будет любить тебя так, как твоя мать. У каждого вооружённого ножом злодея в фильме ужасов есть особый талант убивать своих жертв, когда они меньше всего этого ожидают. Но Убийца в маске, зловещий антагонист из фильма Крик 96-го года, кажется, может появиться где угодно в любое время. Когда он впервые появляется в начальной сцене после того, как запугал бедную Дрю Берримор по телефону, кажется, что он прячется за каждым углом. Ни один человек не может перемещаться так быстро, но каждая последующая жертва со временем узнает, что от убийцы не уйти. Этот парень везде. В кульминации классического ужастика Уэса Крейвена мы узнаем секрет телепортации убийцы. Последняя девушка, Сидни Прескотт, спасается бегством. Убийца в маске появляется на вечеринке старшеклассников и режет людей направо и налево. Сидни понятия не имеет, кто под маской, и у нас много подозреваемых. Убийцей может быть её парень Билли, фанат фильмов ужасов Рэнди, Чудак Стю или даже собственный отец Сидни. Так много подозреваемых, что непонятно, кому можно доверять. И впоследствии Сидни открывается страшная правда – её парень Билли и есть убийца, как и его лучший друг Стю. Эти два психа работают вместе для максимального количества убийств и обеспечивают друг другу алиби. – Мои фильмы не создают психов, фильмы создают психов больше создателей! С учётом того, что два парня бегали в масках, неудивительно, что этот негодяй так быстро перемещался в пространстве. Благодаря чрезвычайно странной фильмографии М.Найт Шьямалана его имя стало нарицательным для многих киноманов. Но у него есть в карьере одна работа, которая бесспорно его прославила. Он снял Шестое чувство – величайший фильм всех времен, с, возможно, самым известным сюжетным поворотом в истории кинематографа. В фильме Брюс Уиллис играет доктора Малькольма Кроу, удостоенного награды детского психолога. В начале фильма в него стреляет больной пациент, которому он не смог помочь в прошлом, но через несколько месяцев Кроу, кажется, выглядит совершенно здоровым. Правда, его брак рушится, а жена игнорирует, так что не всё так здорово, но, по крайней мере, он получает шанс на искупление, помогая Коулу Сиэру, беспокойному мальчику, который, как вы, наверное, знаете… – Я вижу мертвых людей. Однако Коул – не единственный, кто может видеть духов. Зрители смотрят на мертвеца с самого начала фильма. После стольких усилий поговорить со своей женой, Кроу наконец понимает, почему она не отвечает – он призрак. Тот выстрел в начале фильма был смертельным, и с тех пор он, сам того не осознавая, был мертвецом. Это был конец, который взбудоражил весь Голливуд. С тех пор Щемалан пытался повторить свой успех. И пусть один или два его фильма были к этому близки, у Шестого Чувства по-прежнему лучший сюжетный поворот. Все знают о сюжетном повороте Звёздных войн эпизод 5 «Империя наносит ответный удар». Даже кинозрители, которые никогда не смотрели ни один фильм по Звёздным войнам, знают, что Дарт Вейдер на самом деле отец Люка Скайуокера. Этот сюжетный поворот проник в современную поп-культуру и подарил нам одну из самых незабываемых и неправильно цитируемых фраз за всю историю. – Ла-ла-ла-лу-ук! Луууууууук, я ваш папа! Однако в далеком 1980 году Откровение Вейдера полностью потрясло поклонников Звёздных войн. Даже большая часть актёров и съёмочной группы не знала правду о родословной Люка. По словам Марка Хэмила, оригинальный сценарий зачитывался иначе. Известно, что только Хэмил, Джеймс Эрол Джонс, Джордж Лукас и режиссёр Ирвин Кершнер были осведомлены об этом сюжетном повороте. Поэтому, когда Вейдер наконец объяснил о своём отцовстве, все ахнули – от зрителей до самих актёров. И этот шокирующий момент сделал гораздо больше, чем просто потрясение. Раскрытие отцовства Вейдера перевернуло серию фильмов с ног на голову и заложило основу для множества новых фильмов во вселенной Звёздных войн. Какой ещё сюжетный поворот оказал такое огромное влияние? Звёздные войны Последние джедаи – одна из глав с самым закрученным сюжетом во всей франшизе Звёздных войн. Мы узнаём, что у Рэй нет родителей, злодея Сноука разрезают пополам, Люк всё это время был иллюзией, вызванной Силой. Один сюжетный поворот круче другого, но самый большой шок возникает в начале фильма, когда Люк Скайуокер говорит, что его дни джедая закончены. Чтобы обрисовать картину, нам нужно вернуться в далёкий 2015 год, когда в конце Пробуждения Силы показали Люка Скайуокера. Прошло более 30 лет с тех пор, как фанаты последний раз видели любимого рыцаря джедая, а основная цель всего седьмого эпизода как раз заключалась в том, чтобы группа героев искала легендарного воина. Наконец, в конце фильма Рэй находит бородатого Скайуокера, стоящего на Величественном Утёсе. Когда музыка Джона Уильямса начинает нарастать, Рэй протягивает джедаю его давно потерянный световой меч. Фильм заканчивается на сцене, когда Рэй обращается к молчаливому герою в Капюшоне. Зрителям пришлось ждать целых два года, чтобы узнать, что будет дальше. Но, очевидно, Люк собирался взять световой меч и возглавить атаку против Первого Ордена, верно? Не совсем. С тех пор, как мы видели его в последний раз, Люк отрёкся от силы и хочет, чтобы джедаи вымерли. Этот маленький поворот сюжета произошел вопреки ожиданиям фанатов. Но на самом деле им следовало бы послушать, что Йода говорил нам все эти годы – джедаи никогда и не должны были быть великими воинами. Если бы Терри Гиллиам, Карл Маркс, Спайк Ли и Род Серлинг объединились для создания фильма, то он мог бы выглядеть как, простите за беспокойство. Написанный и срежиссированный, Бутсом Райли фильм сложно описать словами, и он совершенно безумный во всех отношениях. Это, без сомнения, самый антикапиталистический фильм, когда-либо снимавшийся в Голливуде, и в нём присутствует, пожалуй, самый безумный сюжетный поворот 21 века. Сюжет рассказывает о многообещающем молодом телефонном агенте по имени Кассиус Кэшгрин, который добивается успеха в продажах, используя в разговорах со своими клиентами то, что в фильме называют Белым Голосом. – Белый голос. – Эй, мистер Кремер, это Лэнгстон из Ригалвью. Я не видел тебя в плохом время, а я? Вскоре Кэш делает большой скачок в карьере и начинает заниматься продажей рабов огромным компаниям. В конце концов, его путь пересекается с сумасшедшим миллиардером, которого играет Арми Хаммер. У бизнесмена есть большие планы насчет бизнеса в будущем. До этого момента фильм был невероятно странным, но когда Кэш узнает о планах миллиардера, начинается полное безумие. Оказывается, миллиардер создает из людей монстров, полулюдей, полулошадей, чтобы получить мощную, но покорную рабочую силу. Так и есть, Арми Хаммер превращает людей в лошадей, и если вам этого было недостаточно, то фильм заканчивается тем, что Кэш сам внезапно превращается в антропоморфную лошадь. Это просто полная дичь, и независимо от того, насколько вы хороши в разгадывании сюжетных поворотов, вы такого точно не ожидаете. От появления мандарина в Железном Человеке 3 до щелчка Таноса в Войне бесконечности – киновселенная Марвел изобилует долей шокирующих сюжетных поворотов. Однако один из самых неожиданных моментов происходит в фильме Человек-Паук Возвращение домой. В нём Питер Паркер приглашает девушку на выпускной бал для танца и обнаруживает, что её обычный отец может быть гораздо более устрашающим, чем можно было ожидать. На протяжении всего фильма Паук пытается найти баланс между домашней работой, борьбой с преступностью, тусовками с друзьями и важными драками с плохими парнями. Вы не можете нормально ходить на вечеринки или участвовать в Олимпиаде, когда нужно защитить целый город. Трудно будет найти время для свидания, когда вам постоянно приходится сражаться со Стервятником, крылатым вором. Он продаёт местным головорезам оружие, изготовленное с помощью инопланетных технологий. В конце концов, Питер ставит борьбу с преступностью на паузу и решается пригласить на танец свою возлюбленную, Лиз Аллен. Он находит себе костюм, учится танцевать, покупает Лиз красивую бутоньерку и появляется в её доме, готовый к весёлому вечеру. Но открывает ему дверь не кто иной, как сам Стервятник. Оказывается, этот злодей-убийца – отец Лиз. Внезапно Питер перестаёт беспокоиться о том, чтобы произвести хорошее впечатление на девушку. Теперь его волнует только один вопрос – переживет ли он эту ночь? Задача усложняется, когда Стервятник понимает, почему Питер ведёт себя более нервно, чем обычные старшеклассники при встрече с отцом своей девушки. – Очень счастлив, что он был там в тот день. Как всегда говорил дядя Бен, с великой силой приходят великие сложности в любви. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!